Ну я ведь не герой, нет, ничего, это просто, а вот товарищи мои. Скромно, заметно смущаясь, начинает разговор на камеру Борис Михайлович Галактионов и практически сразу приводит тему с себя на друзей детства. Вот, мол, те, да, герои, настоящие труженики тыла. Будучи мальчишками в военные годы, все они, и он в том числе, не могли попасть на фронт, а потому остались дома пасти коров для нужд фронта. Работы было много, скотина тощая, да и сами толку что трудились, даже молока особо не видели. Пол крошки в день. Но, тем не менее, службу они старались вести честь по чести. И даже искренне завидовали тем, кто удостоился гнать животину из родной Костромы, блокадный Ленинград. А мне нет 16 лет. А вот он просился, поехал. Ну и как? Я к нему, ну как ты ездил? Да, так он говорит, седой стал. Что-то он седой, я этого не заметил, потому что, да, вот это вот за год скота, в вагонах и повезли скот. Что он седой, я этого не заметил, он такой белобрызенький был. А вот что заикаться он стал, это я четко заметил. Он и раньше тихо говорил, а тут совсем. Пешком пройтись от Костромы до Ленинграда. Причем не просто пройти, а голодную скотину гнать. А тут еще обстрелы, блокада. С северную столицу эшелон прошел. А вот обратно, как выяснилось, пастушки еле-еле выбрались. Но пройти тем же геройским путем юному Боре так и не довелось. Когда началась война, ему было всего 9 лет. И он хорошо помнит, как первое время. И он сам, и все вокруг даже помыслить не могли, что вероломное нападение немцев перерастет в затяжную войну. Война, я не верил, думал, как японцев сзади не раскидают. И все, молотов объявнивил, наше дело право. А что тут говорить-то, что такая страна какая-то, Германия маленькая. Вот таким образом такое было ощущение. За ходом действия следили по радио, не пропускали ни одной передачи. И вот новости одна за другой. Минск оставили, враг подходит к Смоленску. Еще зима не началась, а уже бомбили Подмосковье. Я говорю, да ты что бомбили тетке своей? Вот она с 28-го года. Куда тебе не сады? Ты что, тысяча целых самолетов нашло? Пришло. Вот оказывается. Спустя годы память о тех событиях до сих пор свежа. И хотя на фронт мальчишку он так и не попал, и даже не смог сопровожать коров в блокадный Ленинград, для следующих поколений он все же такой же точно пример. Герой труда, который, несмотря на свой юный возраст, работал в тылу на благо страны. И сегодня эти люди по праву считаются ветеранами Великой Отечественной. И им, несмотря на их скромность, также требуется наша поддержка. Так год назад, благодаря средствам, собранных в рамках марафона, Борису Михайловичу помогли зубопротезированием, а еще ранее – заменой электрощечка. И хотя сам он за себя не просит, каждый может сделать этот выбор сам. Любовь Лапина, Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.